наконец-то я до тебя добралась приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова и в сегодняшнем видео я хочу поделиться своими мыслями своими идеями по переделке вещей короче девиз сегодняшнего видео это старым вещам новую жизнь кто со мной давно на канале те помнят вот эту мою курточку курточка на самом деле мне очень очень нравится хотя ей уже внимание 14 лет да вот такая старушка но вы знаете я как-то не очень сильно гонюсь за модой хотя как ни странно в тренде опять вот эта блестящая кожа это настоящая кожа это не дермантин и так кто со мной давно на канале те помнят как я начинала переделывать эту курточку это было где-то ровно год назад но может быть где-то февраль потом как-то переключилась на другие проекты а там весна и уже не захотелось мне дело заканчивать было так скажем не актуально по погоде но в этом году пока еще январь и еще можно успеть сделать ее до весны она такая скажем не очень теплая вот думаю что в марте феврале ее можно будет носить судя по тому какая у нас зима и какой февраль поэтому я решила ее сделать но еще одну цель преследовала потому что лето не за горами у меня какие-то мысли появляются уже о каких-то летних проектах очень хочется на море и я не захотела начинать какой-то ну так скажем новый проект зимний то есть джемпер кардиган или еще что-то думаю ну вот сейчас как раз время закончить работу эту переделку над этой курточкой ну а там посмотрим как как пойдет как говорится курточка у меня фирмы альба альбомода уже видите даже этикетка вытерлась потому что ну старая старая моя старушечка и вот мы из старушки будем делать молодушку да что я здесь делала я просто вам сейчас напомню те кто со мной недавно я здесь шила вот такие застежки купленные на алиэкспресс это кожа я не знаю оставляла я ссылку на эти вот застежки в во вкладке в сообщество да хочу вам напомнить что вы меня часто спрашиваете а где же ссылка на спицы как их купить а где спи ссылка там на наборы а где ссылка на пуговицы и так далее все девочки на главной странице канала во вкладке в сообщество так вот вот эта застежка это натуральная кожа я ей очень довольна и она сюда хорошо подходит я ее пришила к этой курточке как я это делала есть мастер-класс на канале я постараюсь отыскать это видео потому что конечно же это было уже так давно что уже и не найти но я отыщу и оставлю ссылку по моему видео так и называется старым вещам новую жизнь и вот я приделала здесь вот эти красивые застежки здесь были другие мне оставалось связать рукава на тот момент то есть это вот год назад я только-только начинала вязать спицами конечно же опыта ну вообще не было я вам сейчас покажу тот рукав который я отвязала конечно он никуда не годится я сейчас смотрю на него и понимаю как же важно иметь опыт вязания вот он этот рукав вязала я его узором вот как кардиган восток он получился большим здесь окат вывязан вообще неправильно в общем это все пойдет в распуск и мне не нравится вот это вот пряжа ну совершенно не нравится в общем как я поняла что все что делается все к лучшему видимо нужно было этой курточки вылежаться чтобы я набралась опыта вязание спицами ну и теперь я начала вязать новый рукав сейчас я вам его покажу но а сначала расскажу что же я здесь еще сделала ну значит я от порола рукава которые здесь были вот она это вот этот рукав он был кожаный видите это натуральная кожа вот такая выделка она блестящая но это натуральная кожа причем очень хорошего качества от порола я этот рукав потому что он мне был узкий и курточка поэтому стала мала ничего не одеть ну то есть я увеличилась в размерах и курточка стала мала узкий рукав и все папа объема вот здесь вот потали она мне хорошо все было вот как бы все дело было в рукаве поэтому я отпорола этот рукав нашла старое пальто вот сейчас вы видите рукав от моего старого пальто и в тачала на машинке пришила этот рукав он с таким вот небольшим синтепоном пальто было такое вот осенне-зимнее но я не знаю но и не теплое но и не холодное и и потом чтобы не просвечивала вот это белое не знаю что это синтепон флизелин что это такое в терминах я могу ошибаться потому что я не швея нашла тоже у себя кусочек подклада и все это дело вот подкладом закрыла так скажем потому что когда сюда будут цеплять вязаный рукав чтобы не светилась вот это белое полотно поэтому вот я говорю не выбрасывайте сразу не избавляетесь от старых вещей если вы креативный человек и возможно это вам все пригодится вот мне пригодился этот рукав от пальто то есть внутри смотрите черный подклад курточка моя тоже имеет черный подклад и вот это все очень хорошо сюда вписалась ничего не так скажем не да мне не нужно было покупать я просто из старого собираюсь делать новое что еще в общем по рукаву я рассказала и теперь соответственно на этот рукав я вижу новый рукав и уже вижу его по-другому не так как я начинала еще здесь значит что было в этой курточке здесь рукава были оторочены вот тоже вот этой вот ламой сейчас я вам покажу вот он и вот у меня вопрос возникает нужно ли очень красивая пуговица кстати нужно ли к этому к этой курточке ну на манжет рукава приделывать вот эту ламу вот я вся в сомнениях по мне так лучше просто вязанный рукав с резиночкой там внизу да если я не буду цеплять вот этот назад на рукав ну уже навязаны конечно же я думаю что моя муза меня посетит и из этого я тоже обязательно что-нибудь да придумаю поэтому делаю акцент на том что у нас все пригодится ну а теперь давайте покажу какой рукав я уже связала что за ниточки я использовала и какая же здесь хитрость как вы видите я очень довольна своим прежним комплектом трансформером трансформером и я применила здесь этот же узор только из других из другой пряжи и еще одна хитрость чтобы все таки это куртка да ну как бы рукав должен быть теплым и таким хорошо держащим форму и и резиночка внизу должна хорошо держать форму вот смотрите такая хитрость несколько рядочков самого начала вот резиночки один на один я провязала полой резинкой и теперь резиночка вот здесь никогда не растянется то есть будет всегда очень аккуратно кроме того в эту полую резинку я вот заправила кончики и и ими тоже можно вот так вот подтягивать ниточка у меня двойная один кончик в одну сторону другую в другую и тоже можно здесь вот регулировать вот этот манжет рукава чтобы он всегда был у вас аккуратный а дальше пошла вязать просто резинка один на один но вот эти три ряда три или четыре я не знаю сколько здесь да наверное три это полая резинка для жесткости чтобы не растягивалась не растягивался манжет все тоже количество петель значит у меня здесь значит 44 потом я увеличила петли сделав из 2 так из одной изнаночной 2 изнаночных и пышная лицевая и у меня здесь получилось 66 петель вот эти 66 петель это как раз вот тот рукавчик который мне нужен потом естественно я вставлю когда рукав свяжется я вставлю вот этот рукав в связанный рукав и у меня получится очень красивая креативная курточка кстати я заметила что в этом сезоне очень модно вязание и кожи вязание и ткань поэтому моя курточка будет в тренде несмотря на то что ей уже 14 лет так что вот такой рукавчик у меня будет никаких швов здесь нет буду вязать до проймы вот здесь вот кстати я чтобы курточку увеличить размер я увеличу здесь размер проймы вот вы видите как было я же здесь вот так вот загнул кожу и потом просто втачаю связанный рукав поэтому довязав вот до подмышки так скажем до подреза я вывяжу окат рукава отдельно все будет красиво не по прямой все будет просто очень замечательно то есть вот сюда я довяжу померю и примерю а здесь свяжу окат рукава и потом просто вошью его вот в эту пройму вот в принципе и все по курточке ну как вязать окат рукава я скорее всего показывать не буду потому что у меня очень мало количество петель 66 и я не буду как бы вязать окат рукава по как это по формуле потому что здесь нужно будет действовать я скорее всего буду вязать не по формуле а по выкройке у меня же есть вот этот когда я выпарывала рукав из курточки у меня есть вот это материал да то есть собственно говоря это выкройка естественно я здесь немножко изменю ну прям ножничками вот так отрежу и буду примерять прикладывать свой рукав вот к этой уже можно сказать готовой выкройке и вязать окат потом просто вошью вот такие у меня планы ну а теперь расскажу еще о некоторых планах поделюсь своими идеями возможно вам это понравится по курточке я поделилась и рассказала все 10 вот 49 на 51 шерсть и акрил вот эта ниточка мне нравится несмотря на что на то что это бюджетная ниточка но вот это пряжа мне очень нравится и вот махеровая ниточка от янард прошу прощения ни одного у меня ни одной этикетки не осталось этой с этой пряжи но это тоже дешевый махер от янард янард он колючий но в моем случае курточки где есть второй можно сказать подкладочный рукав и это куртка я это применяю и не боюсь что мне это будет колоть вот две ниточки из которых я вяжу рукав для курточки но вы уже видели я показывала вам этот рукав вяжу а значит на четверки резинку начинала вязать спицами три с половиной дальше пошла вязать четверкой вот так вот это выглядит и стирать я не буду оставлю вот так как есть очень нравится вот этот пухлячок да к слову сказать сейчас вам покажу шапку из белсаида мини после стирки и хочу сказать что белсаида мини совершенно не держит резинку вот она моя шапка после стирки растянулась она сидит на голове хорошо но резинку не держит вообще и здесь повторюсь в два сложения белсаида мини так что кому это важно кому нужно чтобы держала резинку вот она эта пряжа то имейте ввиду что белсаида мини не держит резинку вот так как есть без всяких прикрас шапочка мне нравится сидит хорошо мне особо тут не нужно чтобы она держала резинку но имейте ввиду теперь мои хорошие идем дальше как и обещала в прошлом видео показать что я сделаю из кусочка норки который остался от пальто кстати вот это пальто курточки рукава именно от этого пальто оно было оторочено вот норкой по капюшону и по ну там где застежка там где пуговицы и на рукавах манжет вот я не выбросила эту норку связала вернее но не связала сделал но скорее всего связала что я сделала я обвязала ткань крючком и потом по спирали собрала тоже столбиками без накида крючком то есть вязала вот такую ракушку собственно говоря по спирали пришила сюда значит бусинки и получилась вот такая брошка я ее планировала можно застежку по это самое сюда пришить но у меня пока нет застежки я вот шнурок привязала и смотрела как это будет выглядеть на вот этой шапочке в принципе выглядит неплохо но это брошь пойдет скорее всего на другую шапочку а вот на какую шапочку я сейчас вам расскажу значит от паров от пальто остальные остатки вот это норка который было оторочено пальто я все это дело выпорола избавилась от лишних тканей ну то есть здесь она была собрана вот так пополам и между этими половинками шла ткань за которую потом собственно говоря и пришивалась вот эта окантовка в пальто в манжетах и на капюшоне эту окантовку в броши я не убирала вот она вот она эта ткань вы ее видите она мне здесь очень пригодилась за нее очень хорошо прям втыкая крючком в нее я обвязывала и собирала вот этот вот эту брошь а здесь я ее выпорола эту ткань потом но здесь не тщательно еще конечно все убрано какие-то ниточки возможно буду убирать по ходу потом будут ниточка по ходу работы отпарила утюгом с паром не бойтесь это же кожа это натуральная норка да вот вот это все разгладила потому что она была собрана вот так вот чтобы вшить это в пальто я разгладила все это и теперь мои хорошие я сделаю себе шикарнейшую шапку что я сделаю у меня вот этой ангоры ализе ангора gold 3 ма . я думаю что мне хватит на рукава по 100 грамм и как раз моточек останется на шапочку шапочку я свяжу таким же узором вот так вот просто и пришью сюда вот эту вот разглаженную уже хорошо обработанную норку и я буду пришивать не прям вот так вот чтобы она вся была норком а через ряд то есть у меня будет видно и вязаное полотно и вот так вот пойдут полосочки норки по шапке и получится очень красивая шапка теплая и еще вот с такой вот брошью вставляете вот какая красота получится очень сложно показывать черное на черном но поверьте смотрится красота у меня есть похожая шапка я вам сейчас ее покажу по моему чернобурка почему пришла эта идея в голову сейчас я вам ее выверну вы посмотрите что там с изнанки а с изнанки обычная вязаная шапка резинкой 2 на 2 и потом с обратной лицевой стороны пришита вот это чернобурка по моему это не в чернобурке тоже красивая шапка я тоже что-то про нее забыла все ввязаных хожу оказывается у меня есть вот такая красивая шапка вот я вам показываю здесь очень тонкие наверное в два раза тоньше вот эти полоски и пришиты они прям вот к шапке представляете получается вот такая красивая шапка кто бы мог подумать вот что-то подобное я хочу соорудить из этих из этой оставшийся от пальто норочки и сделаю себе вот такую красивую шапочку но согласитесь красиво же так что мои хорошие никогда не выбрасывайте меховые какие-то кусочки из них можно сделать красивейшие броши вот можно сделать как я шапку да все что угодно у меня еще на подходе есть шторковая шуба которую я уже не нашу она почему-то меня старит не знаю я ее тоже хочу переделать в красивую куртку или кардиган вот когда будет сочетаться вязаное полотно и норка но это будет уже скорее всего в следующем году потому что в этом году я просто уже не успеем там весна и наступит тепло и не захочется уже заниматься этой работой но куртку и вот такую шапку я думаю что я еще успею поносить этой зимой и весной ну вот мои хорошие на этом я буду заканчивать такое свое болтологическое видео поделилась с вами идеями возможно они кому-то придутся по душе поэтому я очень буду вам благодарна за пальчик вверх подписывайтесь на канал очень много интересного на моем канале а я вас всех обнимаю люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока